Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Сегодня такое прекрасное настроение, классная погода, на улице снежок, прям вообще очень здорово! И сегодня я хочу в этом видео ставить кадры, как мы украшали ёлку. Я не всё снимала, такими, знаете, кусочками, урывками, но для такого новогоднего настроения, для новогодней атмосферы уже всё, уже везде всё украшено, у людей уже стоят ёлки давно, здесь очень быстро, здесь сразу после Хэллоуина начали уже украшать, то есть буквально вот на следующий день уже те, кто украшал на Хэллоуин дома, они уже украшали всё к Новому году. Очень хочу проехать по ночному частному сектору, у нас здесь недалеко от нас, безумно красивые украшенные дома, некоторые дома просто, знаете, вот с самого низа, с самого верха, с крыши, всё это украшено, гирляндами стоят олени, то есть, ну, очень здорово, вот для такой немножко новогодней атмосферы, вы уже напишите мне, поставили ёлку, когда будете ставить, давно ли поставили, потому что знаю, что многие уже в начале декабря ставят ёлки, украшают дома, некоторые чуть попозже, вот, поэтому мы пораньше, знаете, чтобы подольше вот это была праздничная атмосфера, потому что, в принципе, после Нового года мы не ждём старого Нового года, мы сразу убираем ёлку, потому что уже как-то, знаете, уже всё, Новый год, мне больше нравится вот этот месяц до Нового года, полтора, вот эта вот новогодняя волшебная атмосфера, для меня это прям, знаете, ощущение праздника, вот до самого Нового года, Новый год прошёл уже как бы и всё, вот, поэтому давайте оставайтесь вместе со мной, кто, кстати, не смотрел влог с парада огней, я показывала, как год здесь было шествие, и в конце был Санта-Клаус, очень здорово, знаете, вот после вот этого парада сразу же такое вот новогоднее настроение, вы знаете, вот когда мы увидели Санта-Клауса, уже всё, прям Новый год, вот, ну что, оставайтесь вместе со мной и продолжаем влог. Ну что, давайте вместе с вами окунёмся в новогоднюю атмосферу, вы наверняка уже многие поставили ёлки, но если вы ещё не поставили, немножко вам такого новогоднего настроения, мы купили игрушки, у нас в таком, получается, серо-белом цвете, игрушки, звёздочки, всё такое вот нейтральное, ёлка у нас уже шла с гирляндой, поэтому мы гирлянды не покупали на ёлку, днём, конечно, не очень так она ярко светится, но вечером очень красиво, и, знаете, она работает иногда у нас как такой небольшой ночничок, поэтому дети украшают ёлку, обязательно я потом немножко сама подправлю, ещё у нас без гирлянды, только вот шарики и, получается, вот такие вот снежинки. И также мы купили большие банты, я вам покажу дальше, мы украшаем двери бантами, тоже такой, знаете, красно-зелёный цвет, такой новогодний именно атмосфера, новогоднее настроение, в общем, мне очень понравилось, ничего такого сверхъестественного, но в то же время такие, знаете, небольшие маленькие детальки, но они придают свой такой вот уют. Я вот эти вот банты крепила, на них есть такой двусторонний скотч, но не держится, поэтому я взяла обычный скотч и скотчем всё это прилепило, получилось очень красиво, поставила ночничок, этот ночничок идёт с икеи, это не ночничок, это для свечек, обычный светильничек такой, вот, можно свечки, можно туда гирлянду, в общем, мы вечером включаем либо свечку туда, либо гирлянду, по-разному, знаете, зависит от настроения. В общем, вот такие вот маленькие детальки создали уют и такую, знаете, приятную новогоднюю атмосферу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, так подземело на машинах, вон, гляньте, кто стоит, сколько снега там вообще, но уже всё почистили, а мы вышли гулять где-то там, пошли, пошли гулять, забыла, что такое снег. Ну, а теперь займёмся рыбкой, это у меня красная рыба, я купила такие небольшие три рыбинки, вышли мне, по-моему, где-то на 2 килограмма, я сразу же разделала головы, хвосты, я закидываю в морозилку на уху и рыбку я разделала сразу от косточек, видите, у меня такой большой противень и я её засолила. Девчонки, вот такой вот каждый кусочек, я не знаю, сколько он идёт по весу, но у меня идёт примерно пол чайной ложки сахара и чайная ложка соли, и сверху чуть-чуть подсолнечного масла. И вот на таком большом противне я её засолила на сутки в холодильник, вообще идеальная рыбка получается, нежная, вкусная, на бутерброды, к Новому году, на новогодний стол, вообще просто на завтраки. Я вот так вот уже приучила себя, я сразу покупаю много рыбы, ну вот несколько рыбинок, да, и сразу же всё солю. И вот готовую же солёную рыбку упаковываю тоже в морозилку. Раньше я отдельно замораживала такие стейки, либо вот такие вот филешки, размораживала, солила, но вот вы меня научили, что нужно сразу же засолить и потом замораживать. Вот на самом деле получается так намного проще, намного быстрее, то есть вы, например, с вечера её достали, и на утро у вас уже вкусная рыбка готова, то есть не нужно её размораживать несколько раз. И она вот солёная, прекрасно хранится в холодильнике. И вот тоже лайфхак, если вы разделываете рыбку, я застилаю пергаментом, так получается намного чище, вы потом пергамент выкидываете, и всё, у вас чистая доска получается и чистая столешница. Так что, девчонки, если вы ещё не готовили, обязательно попробуйте по такому рецепту, не нужно никакие приправы отдельно покупать, просто соль, сахар и немножко подсолнечного масла. Ну и раз у нас такое праздничное настроение, хорошее настроение, я решила приготовить оливье. Яйца поставила варить, картошку, морковку, там я поставила варить курицу, потому что у меня нет колбасы, нет ни сосисок, ничего, поэтому я решила приготовить с куриного филе. Так что, всё это сейчас быстро сварится, хотела в микроволновке, потом думаю, нет, у меня время есть, сварю уже сто лет, если честно, вот так вот не варила. Ну в общем, всё одновременно готовится, потом всё остынет и будет на салатик. Снеговичок, снеговичок, снеговик. Снеговичок, снеговика. Ходишь? Нет? Давай. Давай. Ходим, посмотрим. Беги. Давай. Ого. Вот это снега. Я хотела вообще в лес пойти. Посмотрим. Дети, наверное, будут здесь. Чистые дороги. Чистые, посмотрите, как красиво. Тут расчистили, а мы идём туда, вон на горку. Снега так намело, это хорошо, хорошо. Катаются с горки. Давай, Дима! Давай, Дима! Дима! Нет! Сейчас я с Димой! Сейчас я с Димой! Мы пришли с улицы, мы так намёрзли, нагуляли, снег валил просто. Мы накатались на горках, ну, точнее, дети накатались на горки. Вообще, очень классно провели время. У нас был ветерок, мы пошли на другую площадку, на другую горку. Там было вообще просто прекрасно. Снег валил всё время. В общем, мы пришли, наелись зелёного горячего борща. Я достала сушилку и решила посушить перчатки, штаны, в общем, шапки, потому что всё было мокрое. Но, когда я начала вешать, я поняла, что нет, оно быстро так не высохнет, поэтому я всё достала и закинула в сушильную машину. Девчонки, это просто прелесть. Буквально за 15 минут все вещи сухие. Сушильная машина не посадила ни шапки, ни перчатки. Единственное, что вот тёплый свой костюм я не сушу в сушильной машине, потому что один раз я посушила Димчика костюм, и он у него очень сильно сел. Поэтому носочки, перчатки, шапки, даже вот эти вот лыжные штаны можно сушить в сушильной машине, буквально на быстрой такой вот сушке. И вообще просто идеально за 15 минут сухие вещи. Ну что, тазик оливье готов. Если честно, знаете, вот с курицей мне не понравилось. Мне больше всего, конечно, нравится классический вариант, это с колбасой. Здесь колбасы как-то вкусные нету, варенки, я делаю с сосисками, вот. Ну, делала с курицей, ну, не знаю. Мне не очень пора, посмотрю, что мои скажут. А у нас тут вечерние... Дим, чем вы занимаетесь? Читаем комментарии. Да, Димка читает все комментарии, которые вы написали, так приятно, всё вот ему именно, да, адресовано. Дим, что скажешь? Идеально. Вот так вот? Спасибо скажешь? Вот, Дим, что суп... Ой, как пахнет. Ооо. Дим, спасибо скажешь? Спасибо большое. Я не ожидала сейчас. Мама. Много комментариев. Ох, сколько много. Так что, да, всем огромное спасибо. Мы всё... Точнее, не мы, Дима всё прочитал. Очень приятно. Да? Мне ещё не... А, ты дочитываешь? Мне ещё надо два дня, если дочитать. Ну, ты там быстро, быстро ты читаешь. Потому что всем огромное-огромное спасибо. Безумно приятно. Ведь он сам говорит, что даже не ожидал. Да, Дима? Вот это моя сладка. Теперь Соня села читать. Да, Соня? Она не умеет читать. Не умеет читать. Не сдавай сестру. Но она смотрит комментарии тоже. Смотрите. Она смотрит картинки. Я с таки... Это вы... Ой, смотрите. Наш. Мы. Соня, покажи все, чтобы не обиделись. Хорошо? Что все... Ну, это вы поставили лайк. Мушка. Мушка такая... Не для нас. Не для нас. Свет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. С другой стороны читать. Всем большое спасибо. И заканчиваем видео. Увидимся скоро. Всем пока. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok